здравствуйте друзья доброе утро мы займемся прочтением вопроса здравствуйте михаил были бы рады вашей помощи разобраться в нашей ситуации мы с мужем и маленьким сыном выиграли грин карту молодцы то какие в апреле мая прилетаем сша то есть у них уже виза на есть так для старта выбрали штат вашингтон хорошо мы из украины в связи с экономической ситуации в стране и курсом доллара денег собрать никак не получается хорошо если удастся собрать денег на месяц проживания а упускать возможность жить в сша совсем не хочется к тому же у нас ребенку два месяца ой-ой-ой такая масечка и пока работать сможет только муж он недавно начал заниматься веб-дизайном английский у нас ниже среднего нас заинтересовали ваши курсы но мы думаем что правильнее будет начинать сша с любой работы для улучшения английского и для зарабатывания средств для существования хотелось бы услышать от вас совет как правильно нам поступить с чего начать может лучше ехать в другой штат не могли бы ли вы снять видео инструкцию с чего начать новоприбывшим иммигрантам для более быстрой адаптации в новой стране как бы поступили вы в подобной ситуации если бы иммигрировали сейчас читаем форумы смотрим ваши видео были бы рады услышать ваши со светланой мнение да ну что же давайте давайте обсудим значит первое что я хочу сказать все таки вы едете в страну где более-менее есть какая-то социальная поддержка снизу то есть здесь люди не голодают не умирают тем более когда дети ну что вы вот поэтому самый страшный расклад который только может быть самый страшный он совсем не страшный значит вы приедете и значит оплекнетесь как у нас говорится да значит заполнить там аппликейшен на мат помощь такую да называли вот на вэлфер фактически вы обратитесь и я знаю что много народу как бы ругается по этому поводу или там они как-то осуждают и так далее это к вам не относится осуждают тех людей у которых есть деньги они там тут на продавали там у них есть тут еще есть они приехали бах исходу на вэлфер и грубо говоря паразитируют за чужой счет при том что могли бы этого не делать давайте в вашем случае паразитирование нет в вашем случае вы приезжаете у вас нет ресурсов ну так чего же для этого же и существуют все эти программы они специально сделаны для того чтобы людей поддержать тот момент когда им нужна поддержка вот и все значит там и денежку какую-то дают и фудстэмпами дают и медицина бесплатная и так далее ну ради бога не засиживайте там это другой вопрос но но в общем то ничего принципиально страшного с вами не случится и и в этом смысле штат вашингтон как бы нормальный штат то есть есть штаты где нет вэлфера вот так интересно бывает значит кстати вашингтон вэлфер есть все все хорошо значит теперь что еще с точки зрения приезда вот с таким маленьким ребенком крошечным и изучением веб-дизайна и что там еще у нас неважным английским значит история такая устроиться на работу веб-дизайнером человеку который только что начал изучать веб-дизайн или там недавно начал учить веб-дизайн я как-то сомневаюсь я вы к сожалению там не прозвучало какое образование у мужа и и у мамы какое образование тоже не понял в общем как у как у ребят образование и чем они раньше занимались какой у них опыт работы там предшествующий и так далее поэтому я крайне сомневаюсь что у него получится сходу устроиться веб-дизайнером особенно с учетом того что и английский тоже там не не бог весть какой значит но есть полно такой работы не хитрый простой сейчас сейчас хорошее время делать какую-нибудь работу потому что какой-нибудь работы полно вот и даже там с не очень там хорошим английским например если он в состоянии настройки работать и стройка здесь это не когда ты балки там какие-нибудь железобетонные на плечах тягаешь тут в общем какие-то средства есть там может не хитрые а может быть хитрые там автомы но механизации там автоматизации и так далее поэтому например можно работать на стройке можно работать еще где-то поэтому я не думаю что какой-то большой промежуток времени уйдет у супруга чтобы найти работу там опять упирается немножко наличие средств с которыми люди приезжают вот они говорят у нас есть денег там на месяц жизни я честно говоря не уверен что вы правильно посчитали потому что например если вы думаете что вот там я буду платить там например ты еще долларов в месяц там за рент еще там сколько-то за это и за то то когда берешь рент так там надо заплатить еще не за один месяц а там надо заплатить ну как обычно за два ну вот и плюс еще такой депозит может быть там еще там в районе там 400 500 там 600 долларов поэтому может оказаться что на месяц нет то есть я не знаю как считали но все зависит не все но многое зависит от наличие автомобиля у людей когда у тебя есть автомобиль и ты в таком ну где ты там живешь там может быть там подешевле но ты всегда доедешь до работы до подработки куда-то это один разговор если у тебя еще и автомобиля нет то конечно плохо то есть способность человека выполнять какую-нибудь работу она резко ограничена отсутствием автомобиля да значит чтобы я сделал для смягчения стрессовости вот этой ситуации опять мы не знаем сколько времени там у ребят есть для того чтобы въехать в страну они говорят в апреле мая то есть у них может быть еще и билетов нет но я бы на их месте может быть папу послал бы вперед там ну хотя бы на пару-тройку месяцев вперед потому что за пару-тройку месяцев он безусловно какую-то найдет работу он уже снимет какое-то жилье может быть он даже себе там на автомобильчик заработает какой-то там бесхитростный вот и уже когда приедет мама с ребенком эти все-таки это резко смягчит вот вот эту ситуацию потому что когда они все втроем и ребенок как тоже их повязал по рукам по ногам у них возможность как бы папина папина способность там суетиться и пристраиваться тоже ограничено при том что есть мама с ребенком но тем не менее потому что у него теперь есть и ребенок и мама и соответственно да ими тоже заниматься как какие-то усилия и он уже не может там с ромб с роммейтами за какие-то копейки там где-то допустим месячишка пожить пока он более-менее устроится они начинают с первого дня тратить уже столько сколько нужно на съем пусть даже плохонькой но там скажем ван бедрумной квартирке это это совсем другое дело особенно при ограниченных средствах то есть вот мой как бы опыт наблюдений за иммигрантами новыми такой и вы можете сказать а вот когда вы приехали но я то приехал 25 лет назад и тогда не получалось одного вперед другого назад вообще все эти вещи они по-другому были устроены и работы не было это сейчас вот вроде пошел и начал работать а тогда так не получалось не было никакой работы господи даже вспоминать не хочу в общем не так все плохо не так все плохо даже что касается веб-дизайна тестирование там еще чего-то не спешите устраивайтесь обустраиваетесь для того чтобы найти работу войти желательно чтобы человек был на местности адаптированный лучше бы него не было такого вида что он вчера самолета мешком пыльным долбанутым он пришел и говорит моя моя не рашенми тестер миджок вот это не не работает тем более сегодня по сравнению с тем что было скажем 20 лет назад тенденция такая что тестеров и не только тестеры программист значит работают в таком коллективном очень творчестве где общение играет очень важную роль то есть вот было время когда человек сидел там в углу и что-то там конопатил и вроде нормально все было сейчас так не получается то есть надо много общаться и это первое второе сейчас количество людей в айти которые ни бы ни мы там по-английски катастрофически упало то есть народ сейчас из какой бы страны он ни был если он айтишник он общается он может но у него акцент может быть сильный это никого не волнует но он говорит на языке он понимает что ему говорят поэтому сейчас не осталось пространство айти для людей которые ну совсем плохим языком и нужно время какой-то адаптацию поэтому если вы допустим там не знаю как семья годик поживете такой простой американской жизнью значит муж будет чем там зарабатывать вот если даже вы будете например при этом вэлфер получать потому что вэлфер не подразумевает что у вас вообще нет доходов вы можете оставаться на вэлфере даже когда у мужа есть доход но но небольшой поэтому там еще и существенная часть состоящая в том что там все-таки у вас же ребенок маленький вам медицина нужна вот и это как бы в пакете прикладывается поэтому я бы на вашем месте тоже к этому отнесся так сказать с уважением к этой части пакета поэтому значит вот поживете такой жизни ничего страшного не так плохо я вас уверяю второй момент вот какой значит то что мама не может зарабатывать с такой маленькой лялечкой ну во-первых лялечка подрастет немножко там допустим глядишь там уже и полгода лялечки а второе мама с полугодовая лялечка и вполне может подрабатывать вот может взять там какой-нибудь ребенка там на то время что родители на работе да и и за ним присматривать там своя лялечка там еще чужая лялечка и нормально то есть очень многие мамы у которых есть лялечка значит прихватывают одну а то и две чужих лялечки и вот так с ними значит так импровизировано значит такой ну типа типа садика такого но это не садик это не то что надо пойти лицензию получать но просто они бы бесить чужих детей для бы бесить и не не надо никаких лайц ничего не надо и может так случиться что присматривая двух чужих детей мама будет зарабатывать больше чем папа так тоже возможно мы видим этого очень много то есть услуги по присмотру за детьми чрезвычайно востребованы вот не меньше чем какая-нибудь работа там для бабы так что я бы маму не списывал полностью со счетов с точки зрения зарабатывания какой-нибудь денежки вот что касается значит работы папы в компьютерной области значит годик вы поживете не за полгодика годик посмотреть вот как почувствуете себя более-менее как-то так на плаву готовыми к следующему скачку в развитии адаптированными более-менее вот и будете смотреть может быть это не обязательно будет что-то компьютерная хотя компьютерные востребованные платится хорошо но у вас как бы это все-таки сочетается с тем что вы начинающие да то есть вот одно дело он был айтишником и пошел дальше работать айтишником это совершенно другой уровень востребованности значит ну судя по тому что ляли там два месяца я так понимаю что ребят молодые все все скрыли информацию все только сказали что из украины и все вот все что мы про них знаем и ляли два месяца больше ничего не знаем такие очень скрытные значит я думаю что все очень классно обустроится просто имейте в виду вот как бы из того что я в этом письме увидел значит имейте ввиду что все-таки вы снизу приперты вэлфером ограничены ваше падение совсем не не такое плохое объяснение снабжение таскать на волк и мама может тоже подрабатывать как и папа и что там еще были еще какие-то пойнтам я вы вылетел сейчас немножко там из головы вот да можно папу послать вперед если осталось время которое вам дали вот эти шесть месяцев от момента получения визы до въезда в страну если у вас есть там хотя бы пару месяцев подумайте о том чтобы папу пустить вперед я понимаю что маме ехать даже там но не с двухмесячным мы скажем с четырех месячным ребенком это не так просто одной да как если бы они вместе ехали но я вас уверяю что когда вы уже доедете иметь там папу который уже снял квартиру уже уже есть место куда заехать и так далее это совсем не то же самое что вот так свалиться откуда-то еще и без копейки а так уже папа и работа есть и все но сша совершенно другая жизнь поэтому я бы я бы очень советовал если есть такая возможность это очень массово это очень типично для новых иммигрантов на желтый проскочил но проскочил на желтый без красного обошлись все путем вот такие дела мне говорят показывайте природу друзья я сейчас разверну камеру и покажу природу я боюсь что вы ее уже видели но я покажу так в принципе то мы на самом деле на вопрос ответили вот видите там впереди такая стройка какие доски торчат сейчас начали строить многоквартирные дома такие посолиднее это стал очень массовым и вот там люди ходят желтых жакетиках члены профсоюза я вас уверяю хорошо зарабатывают вот так что на стройке всегда много работы то есть я не уверен что на такую серьезную стройку возьмут нелегалов сомнительно как бы это такая большой объектом профсоюзы все дела вот а так вообще много и много небольших и ремонт и и новое строительство и так далее так что полно полно работы будет для папы мы правда едем по калифорнии они по штату вашингтон но и и там тоже люди живут вообще на форуме говорим про вес есть раздел там он там типа как запад сша да там и вашингтон и калифорния и орегон и там может быть и даже колорадо по-моему в этой секции я не помню но во всяком случае вы заводите знакомства а читайте истории других людей может быть вы это все делаете уже я не знаю я просто не могу судить ой перед нами гугловская машинка этой смотри прямо от них нету никакого спасения со всех сторон на нас наезжают да но он почувствовал ветер и ушел в общем все путем я я честно говоря гораздо больше большей степени вот настроен вас поздравить и сказать что вам повезло и что вы молодцы и что у вас хороший шанс жизни и так далее так далее чем сильно переживать по поводу того что у вас какие-то будут трудности у всех людей трудности я вам скажу чтоб всем нам такие трудности понимаете когда тебя снизу поддерживает государство когда вы молодые когда у вас деточка и когда все впереди ой ребята в общем да я не прошу меня усыновить но в общем то хочу сказать что многие очень многие просто мечтали бы быть вами усыновленными это наш педагог Олга Си сейчас мы ей скажем помашите ручку вот она вам помашала ручкой и все значит так что не только я поприветствовал молодых иммигрантов но и наш педагог вообще места нет надо что дожили то ладно ребята пойду искать место под солнцем счастливо но и